Ночью думал, я все время думаю, там надо, к идее, было бы психологу рассказать, но я не очень верю в психологов. Я разобрался в одной жизненной тяжелой ситуации и сделал выводы, пытался понять, что за чем стоит. Это такая сложная ситуация, которая длится больше, наверное, с 18-19 лет началась. Это не связано с сексуализированностью никакой, а связано с доминантностью, какой-то неудачностью и поражением, жизненными поражениями. Да, я действительно наивный дурачок и идиот, и у меня очень слабые руки. Раньше у меня в детстве я был очень активным, двигательно активным, маркурил постоянно и прочее, борьбой занимался, гид-гид-боксингом. И я вот просто что-то как-то в шортсы зашел, там было про Федора Еремельяненко, про его победы, что он несогрушимый. Я читал комментарии, лайки ставил, но в принципе я ничего, ну то есть наоборот, положительно его оценил. И потом я вдруг понял, что как люди мыслят с точки зрения силы и какое мое отличие от Федора Еремельяненко. На примере одной ситуации, где меня избивали, и я понял, что я сам виноват в этом. Там меня избили, и я потерял зрение, один глаз, и идти все не закончилось. И я вот думал все над этими событиями, над этими отношениями ненормальными. Там еще раз повторю, никакой сексуализированности вообще нет. У меня от плеч до пальцев очень слабые руки, что я их даже не чувствую. Они такие ультра тонкие. И я действительно, во мне есть много, если не все, от Льва Николаевича Мышкина. Ну, правда, может да, была и низость всякая, недостойная Льва Николаевича Мышкина. Я все время проигрываю поражение. И я просто смирился, принял это. Я просто перестал иллюзии и обвинять того, кто меня избил и столько причинил вреда. Я просто подумал о том, что вот и вот с точки зрения вот этих людей, которых я, кстати, в комментариях лайки ставил и саму Федору Емельяненко. Я понял, как мыслят люди с точки зрения силы и как они относятся к такому, как я. И я просто это принял. Не знаю, это сложно объяснить даже в тридцати словах или в трехстах всю эту историю. Раньше я думал, что просто так сложилось, что моя мама сделала так, что я связался с не очень подходящим для меня человеком. Но все-таки, я думаю, нужно принять и понять, что я был неправ. Но я просто вот так вот оценил себя как без каких-то оправданий и сваливания вины на другого. Свои проблемы и свои какие-то низкости и почему все так сложилось, столько было, столько травм и поражений ужасных. Не знаю, каким-то образом вот это я смотрел там UFC, как Федор Емельяненко побеждал там и прочих, когда они дрались. И я понял, как они, такие люди, относятся к жизни и к таким слабакам, как я. Не знаю, как ты это переосмыслил глубоко. Но все-таки есть и хорошие, хорошие во мне были, и все-таки остаются хоть какие-то спящие, хорошие стороны, поэтому... Не знаю. Да, я полностью принял свое поражение. Я полностью побежден. Не знаю, это очень сложно. Очень глубоко, глубокая ситуация. Поэтому... ... ... ... Продолжение следует...